Всем привет! С вами я, Лена Смирнова, и сегодня я расскажу, как сделать бумажные цветочки для открытки к 8 марта. Вот такую открытку мы сегодня будем делать. Давайте начнем! Начнем с того, что сделаем цветы. Берем акварельную бумагу и на обратной стороне акварельным карандашом рисуем очертания цветов. Сначала я буду делать самый большой круг с листочками, потом нужно сделать еще два таких поменьше, либо три. Теперь я их вырезаю. Вот что у меня получилось. Теперь мы берем ванночку с водой и опускаем их буквально на 2 минуточки отмачиваться. Нужно, чтобы они стали мягкими. Так, когда наша бумага немножко подразмокла, мы достаем. И теперь прокрашиваем синяя акварелью. В середине делаем чуть потемнее. Теперь нам нужно дождаться, чтобы они немножко подсохли. Когда они буквально чуть-чуть подсохли, нужно опять отпустить их в воду. По одному сейчас мы начнем пускать. Вот эти маленькие сюда поместятся, поэтому я их пока пущу туда. Так, теперь я беру вот такую вот ручку. Если у вас есть инструменты для тиснения, то, конечно, можно использовать их. Но у меня их нету, поэтому я использую вот такую вот ручку. И теперь мы вдавливаем серединку, как бы огибая вот этой ручкой. Вот так вот. И лепесток накручиваем. И вот так вот прижимаем пальцами. И так делаем с каждым лепестком. Если неудобно накручивать на ручку, можно взять что-то потоньше, например, кисточку. Но вот на больших лепестках с ручкой удобно. Так, собираем теперь все в одну, весь наш цветок. Еще раз проминаем уже готовый. Так, теперь я беру пинцет и делаю в середине дырочку. Также можно использовать шиво. Я беру чуть-чуть тычинок, сворачиваю пополам. Теперь мне нужно их туда продеть. Я использую пинцет, зацепляю их в одну, чтобы мне было удобнее их протащить, и проталкиваю. Все, теперь этот цветочек нам нужно оставить подсохным. И можно сделать еще несколько, чуть-чуть поменьше, чтобы нам составить композицию. И так далее. Вот у нас такие цветочки получились. Дальше я сделала заготовку из акварельной бумаги и приклеила фон. Фон я выбрала голубой, так как цветочки у меня тоже голубые. Я хочу сделать сочетание голубого и розового. Края фона я обработала дыроколом и оставшуюся часть наклеила на уголки. Дальше беру розовую наклейку. Заклею ее вот сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И так я приклеила надпись. Приклеила бусинки, приклеила сюда скотч декоративный, но создается впечатление, что чего-то не хватает. Поэтому я хочу добавить вот сюда вот такую розовую полосочку. Я сделала ее просто из розовой бумаги, вырезала декоративными ножницами. Это хороший способ, если вы не знаете, что добавить, что вам подойдет. Можно найти подходящего цвета бумагу и вырезать небольшую полосочку. Так, и так же я хочу добавить сюда пару бабочек вот из таких же декоративных наклеек, чтобы они сочетались с надписью. И так вот таким образом у нас получилась вот такая вот красивая нежная открытка на 8 марта. Вот такая вот открытка у нас получилась. Как вы заметили, сделать цветы достаточно просто. Так же можно поэкспериментировать с формой их лепестков. Если вам понравился мой мастер-класс по открытке к 8 марта, пожалуйста, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лена Смирнова. Пока!